Здравствуйте, у нас такая ситуация, один негодяй на трамвайных путях застрял, сплоченная работа полиции и граждан, ух ты, вот, а вчетвером не смогли, а всемиром смогут. Едем мы тут как-то по шоссе энтузиастов, а тут, ба-а-а, приятная встреча, зависла машинка, красивая, дорогая, на рельсах, а мы думаем, как помочь-то, через бруствер не перелезть, жуткое дело, сейчас где-нибудь притормозим, да пойдем, подтолкнем, может быть, если получится. Так, сейчас, кстати, есть новая фишка, Андрей Викторович, где транс решил штрафовать за подобные вот инсвенуации таких водителей на сумму до 300 тысяч рублей, а мы считаем, почему бы и нет, остается 5 трамваев, и сейчас еще больше будет, люди сидят, ждут, опаздывают, кто на работу, кто на учебу, кто еще куда-то, такого быть не должно. А ну как сюда попал? В выход? Всё, хотел по-быстрому, да, не получаете? Это мотал. Как перекрыть? Он пробку хотел объехать и через трамвайные люди. И так у тебя права уже, как пиши, пропала на брус. Прям тест-драйв Ford'а. А есть же эвакуаторы, экстренная служба, может приедет? Да я не сказал, ни фига, у них своя, наверное. 102, пока нет. Мы же добрые, мы же вызываем полицию, если человек меня вызывает. Здравствуйте, у нас есть такая ситуация. Один негодяй на трамвайных путях застрял, и трамваи не могут проехать. Нам бы... Нет, просто застрял, повис на трамвайных путях. Нам бы сотрудников и какую-нибудь грузовую вкладку, чтобы его отсюда убрали. Наказать его надо и эвакуировать. Номер вашей нужно? Форд. Форд темный, что черный. Николай, 985. Олег, Татьяна, 190 рублей. Каждому трамваю прокопать дорожку, то есть понимаешь? Каждому трамваю прокопать дорожку. Дорожку каждому трамваю. А вот тут какой-то рабочий район, тракторов нигде нет. Вот МЧС, там машина стоит. Здесь пожарное депо, прямо рядом. Вот она прямо на повороте. Садите, попросите, пузырек поставите им. Мы вас, по-моему, уже снимали где-то. Где нас снимали? Не помню. Я бы не пузырек, я бы... А зачем меня снимали? Да не вас, мы трамвай снимали, который стоит. И вот этого негодяя. Вот переезд первый, вот три столба отсюда. И там сразу справа пожарное депо. Давайте пока сожжем его. Да, давайте сожжем, давайте его гирлянды окутаем. Сейчас приедут ДПСники, а тут им подарочек такой. Ленточка, есть ли красная ленточка перевязать? О, давайте гирлянду. О, так у вас равай с гирляндой. А вы его только ночью включаете, да, или днем тоже можно? Давайте сейчас намотаем этот форт и включим. Прикиньте, ДПСники офигеют. Подарки в студию. Да. Что он здесь делает вообще? Я еще прилично приехал, подойдет. А вы прям за ним ехали, вы видели, да? Нет, я просто по следам видела. То есть он не балансировал на рельсах, он прям так вот сразу в междуряде ехал. Да. Мы просто много в своей практике таких негодяев снимали, они обычно едут, 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 бац, падают. Но где-то высокие рельсы, где-то низкие. Не, ну потом, ладно, было бы не дороже, я бы поехал, может, ну, если бы негодяем был. Ты бы поехал? Ну, если бы был негодяем, поехал, потому что с такой хренью, позатеркать с такой, и сшиваться на трамвайных путях, красиво. Да. Друзья, из-за такого дебила на трамвайных путях, вот инвалид, например, сейчас эвакуировался из трамвая, еле-еле идет. Сейчас, конечно, поможем, держи. Вот такая узенькая тропиночка потопталась. Ну, как узенькая, полтрава уже через нее прошло. Ну, вот инвалид цепел до последнего, но, видать, уже не может. Да уж, блин. Орел у нас будет таким проводником через Сугроб, вон там еще бабушка идет. Там еще бабушка идет сейчас. Высовывалась сестра моя, тоже думает, идти-не идти. Так. Водитель там, говорю. А я звонил по поводу того, что здесь машина застряла. Она застряла, ее трое толкали, она не двигается с места. Висит на рельсе. Трое толкали, а просто толку нет, не двигается. Документы вам дать, пожалуйста, сейчас проедем. Ну, вот, друзья. Ну, что это такое, а? Это человек, который к силу предъявил место документов на машину. Я это видел, друзья. А, друзья, сколько хватает глаз, мы видим стоящие трамваи. Стоят они, напоминаю, из-за одного долбошлепа, который решил здесь проехать на своей маленькой пузотерочке. Ну, вот, начали стягиваться у нас службы. ГАИ приехала, эвакуатор приехал, ЦДДский. Но, вряд ли он подъедет по трамвайным путям сюда. Я готов. Вот он будет помогать. Моя работа тоже, не толкать машину. Я понимаю. Согласны. Давайте вы не будете сами. Не толкать. Короче, вот, скажи, что это не стягиво. Не маржуете. Вот, это ему скажи, да. Это же не вам. Да не его. Вот. Он сидит здесь. Да, она вообще на брюхе висит. Да, она висит, и я буду бесполезно толкать. Ее уже четырех толками пытались. Да, нет, 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 нет. О, давай, давай. Все вместе, ну-ка. Да ладно, давайте попробуем. Да, но, ну, вдруг чудеса случаются. Давай сумки подержу. Давай коня подстригу. Сплоченная работа полиции и граждан. Ух ты. Вот, а вчетвером не смогли. А всемиром смогут. Толкать-то придется далеко. Конечно, да, я мотор. Подстригу. Да нет, там уже нам усил. Да нет, там уже нам усил. Да нет, там уже нам усил. Давай попробуем. Раз, два, раз. Домбок там. Мы как его будем? Давай моторочек? Нет, там он поворот есть. Все, он едет? Нет. Мы там уже не помещаем все. Ну, сколько помещается, все толкаем. Орел, ты прямо орел. Ну, вот что ездовые собаки, брать, это я слышал. А вот, чтобы ездовые коты. А вчетвером не смогли. А всемиром смогут. Эстрибор. А ездовые почтальоны вам встречались? Эх, а дальше-то будет хуже. Все, опять встал. Ты хоть рулить прямо, блядь. Хоть рулить. Да я пытаюсь как-то, блядь, как седо пора бежать. Она плывет, а? Да, лебед. Плывет. Надо сменить буксир. Так, у нас новые рабочие руки пришли. Сейчас, видишь, что-то дотолкаем. И ведь могут? Могут. 160 лошадинок сил. И 5 человеческих. И поехали, поехали, поехали. Раз, два, три. Разлагается сцена назвать назад в будущее. Ох, ее там как таскается. Орел, давай. Орел занял рабочее место. ТПС. Так, дальше будет легче. Еще 20 метров, будет совсем легко. Сейчас проверим. Если кто-то знает эту машину, с авиером Николай 965 РК Тимофей. 119 регион. С таким вот, как пикассоводителем. Напишите нам, кто это. Веду трансляцию. Вот. Сейчас 100 человек смотрит нас. Угадат, привет. Ну и все, все работает. Гонщики работают, я работаю. А там не пробовал, попробуй. Толкать, попробуй, сам имеется ввиду. Чего бы нет, да. Так, так, сейчас как сам поедет. Смотрите, вот тут уже асфальт. 5 метров до финиша. 4 метра до финиша. 3, 2, 1. Финиш. Ну здесь хоть асфальт есть какой-то. А мы что бы уехали уже, скажете, с какого ведомства? Милиция. Милиция? Ну, полиция, в смысле. Понятно. Или милиция, в смысле, уже в отставке. Нет? Нет? Нет. Черт, действующий? Ладно, все, тогда. Мы вам погнали. До свидания. Пошли, Андрей Сергеевич. И как человек, который толкал эту машину, имеет право на правду? Ну, сильно я сомневаюсь. Покидаем это прекрасное место. А ты спросил у ДПС, какая там мера? Сильно я сомневаюсь, что нам сказали правду, потому что он сказал, что милиция. А милиции у нас уже лет 7. Лет 7. Значит, прокуратура какая-то. Ну, в общем, если вы, друзья, опознали этого персонажа. Если вы знаете, кто это, где он работает, напишите нам, пожалуйста. Пожалуйста. Наврал он или нет. Хотя они все врут, поэтому просто напишите, из какого ведомства. Мы на вас надеемся. Вы наша сила. Всем пока. Пока. Пока выезжали, я рот застрял. Тихо, тихо ты. Береги меня и машину. О, полный привод рулит. Так вот. Покупайте машины с полным приводом. Дальше проедете по рельсам. Дальше проедете по рельсам.